Тема белорусско-российского сотрудничества в сфере обороны получила новый импульс. В ходе встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым были обсуждены новые шаги в дальнейшей интеграции оборонных усилий двух государств. Интеграционные процессы ускорились и на общественном уровне. Мосты между собой решили навести военные моряки России и Беларуси. В Санкт-Петербурге прошла международная акция «Морское братство нерушимо». Съемочная группа ВНТВ стала участником этого события. Это встреча людей, чья душа просолена в боевых походах, а береговая линия жизни никогда не бывает спокойной. Балтийцы, североморцы, тихоокеанцы – всех объединяет память о бескрайних просторах, кораблях, торпедных атаках. Не забывают военные и павших товарищей. Увековечить их память во имя будущих свершений – одна из целей проекта «Морское братство нерушимо». В прошлом году акция бросила якорь и в Беларуси. В ноябре 2011 года точно такой же якорь, поднятый со дна Финского залива, был передан в дар Минску. Он станет основой будущего памятника морякам-белорусам. Я надеюсь, что память, которую мы попытаемся передать нашим детям и внукам, она поможет вырасти им достойными. Героев, которыми богата наша история. Мы – военные люди, народ военный. Та самая социальная прослойка, которая наиболее организована, дисциплинирована и, конечно же, настроена патриотически. Та часть народа, которая должна взвалить на свои могучие плечи ту задачу, которую мы перед собой ставим. Задачу объединения наших народов. Место нынешней швартовки военных мореплавателей в городе Белых ночей не случайно. Историю белорусских моряков, как и российских, взял на буксир Петербург. Первым адмиралом был белорус Меншиков, саратик Петра. Первый полк морской пехоты был набран графом Головяным Гродно. С петровских времен ведет свою летопись и знаменитая Пинская флотилия. В годы Великой Отечественной ее бойцы доплыли и дошли до Берлина. А в 1951 году на базе соединения открылся первый учебный отряд ВМФ. Послевоенная история морской пехоты также взяла начало в Беларуси, когда один из полков 120-й дивизии перебросили в Балтийск и переформировали в интересах флота. За свою жизнь, за свою службу я ни разу не встречал человека из Беларуси, который бы меня подвел в моих делах, в моей службе, в моей родине. Никогда такого не было. Я всегда чувствовал поддержку и надежное братское плечо. Порой на некоторых флотах служило до трети белорусов. Сухопутная республика оказалась сильна и флотоводцами. 75 адмиралов родились на берегах Немана, Березины, Свислочи. Сегодня в Беларуси проживают около 200 тысяч человек, которые проходили службу ВМФ Советского Союза. Тысячи уроженцев с Синеокой продолжают нести боевую вахту на кораблях России. Поэтому братство моряков соседних стран, историческая закономерность. И с каждым годом этот морской узел становится все крепче. Учитывая, что Беларусь и Россию никакими силами разорвать нельзя, то основа всей этой службы, всей этой деятельности, она, конечно, направлена для того, чтобы жили мы все вместе на одной земле, славянской земле, вместе и белорусы, и русские. Именно поэтому на Дневой теперь развивается и белорусский флаг. Поднят он на лодке-музее С-189. Здесь же дан старт празднованию 105-летия подводного флота. Эта подводная лодка относится к проекту самых массовых дизельных субмарин Советского Союза. Всего было изготовлено 215. Таких образцов темпы производства просто поражали. Каждые пять дней флот получал новые аппараты. Служило на них и немало белорусов. Один из них – капитан первого ранга Анатолий Стасенок. В море он провел 39 лет. Шесть из них – в этом металлическом корпусе. На этой лодке я отплывал, бог не знает сколько, и Снеземное море, и Атлантический океан. Мы постоянно находились в море. После дизельной Анатолий Кузьмич служил на ядерной субмарине. Его лодка всплывала на Северном полюсе. Он – участник первого длительного похода атомохода в океан. Многие подобные вехи становления флота найдут отражение в грандиозных залах нового военно-морского музея. Буквально в эти дни он начинает менять дислокацию. Участники акции, можно сказать, стали первыми посетителями Центрального военно-морского музея, который вскоре переедет в это новое здание. И это символичный момент. Здесь еще нет экспонатов, но многие из тех, которые появятся, будут связаны со страницами истории, которые белорусы и россияне написали и напишут вместе. Об этом шла речь на форуме организаторов проекта, где решено всячески поддержать интеграционный курс в военной сфере. Благо фарватер армии двух стран уже обозначен. Мы охраняем белорусы границей единого государства. Так же, как наши коллеги россияне охраняют и нашу спокойную жизнь. Поэтому, без сомнения, это укрепит нашу общую братоспособность. Яркое подтверждение этих слов – посещение Кронштадта. В морском форпосте Балтики белорусов встречают, как положено, на боевых кораблях и субмаринах. Подводная лодка «Дмитров» – одна из тех, что охраняет северо-западные границы союзного государства. Она была спущена на воду 25 лет назад, когда над Балтийским флотом шествовал комсомол Беларуси. Своё оборонное значение Кронштадт не потерял и сегодня. А в ходе преобразований на флоте здесь вспомнили, что значит полный вперёд. Возрастает интенсивность боевой подготовки. Сейчас у нас практически нету, вернее, не практически, а вообще нету кораблей, которые не ходовые. Все корабли ходовые. И корабли практически не стоят у стенки. Постоянно корабли ходят в моря, в дальние походы. В кильватере корабля капитан лейтенанта Керимова уже несколько масштабных манёвров. Но более всего офицеру запомнились белорусско-российские, запад-2009, когда наземную группировку поддерживал флот. Во время таких учений мы можем перенять опыт у своих товарищей, так же, как и они у нас. Ну и, в конце концов, это важно для того, чтобы знать, что помимо нас ещё есть кто-то, кто, скажем, может нам помочь. Пожалуй, в этом и есть суть морского братства, которое не разрушает ни невзгоды, ни расстояния, ни время. Аллея героев подводного флота Балтики. Есть здесь и памятник нашему земляку Самуилу Богороду. Этот монумент – конечная точка акции и одновременно отправная. Самуил Нахманович родился в Витебске. 18 марта здесь пройдёт следующая встреча белорусских и российских моряков. А значит, наши страны станут ещё ближе и сильней.